Тут на каждом шагу автоматы с гамбургерами. Есть игры, которые задают слишком много вопросов. А возможно даже сами игроки задают слишком большое количество вопросов по игре. А сама игра оказывается проще, чем вы думаете. Для меня такой игрой стала игра Trantor в версии для ZX Spectrum. Немного отойдя от темы, хочу сказать, что музыка в игре была максимально крутой. Я даже не знаю, возможно она круче, чем музыка в Golden Axe и даже в Stormlord. Хотя это уже почти невозможно. Эти три игры я бы поставил в ряд под одним номером один по крутости музыки. На спектруме. Ну конечно это мое мнение, всех игр я ведь не играл. Возможно есть и круче. Ближе к теме. В Trantor, если посмотреть невооруженным глазом, можно увидеть, что сюжет прост как пять копеек. Корабль садится на планету. Из нее выходит человек, какой-то астронавт. Машет рукой и не успевают шагу ступить, как корабль взрывается. Человек выживает и тут начинается игра. Суть ее в том, чтобы избегать пришельцев и роботов. Собрать пароль в компьютере и улететь в телепорте. Просто, да? Но это лишь то, что видит игрок. Высаживаемся, берем под контроль первый этаж. Trantor, ты идешь первым на разведку. Кто-нибудь хочет перекусить? Остался омлет с ужина. Повар, иди мой посуду, у нас операция. Хорошо. Trantor, вперед! Всей группе приготовиться. Ой, а у меня газ утек, кажется. По другой версии, этот вымышленный астронавт не просто астронавт, а член спецотряда. При высадке у которого погиб весь взвод. И теперь ему в одиночку надо выполнить миссию, возложенную на весь спецотряд. И название игры это имя героя. Trantor. От этого сюжет не усложнился, конечно. Этот сюжет более похож на правду. Поскольку этот выживший человек в каске и на коленниках, как у штурмовика. Да еще у него на вооружении огнемет. Картина маслом. Но не все так гладко. Давно бегаю жрать охота. О, компьютер. Буква И. Надо запомнить. О, последний штурмовик. Огнемет. Разожгу костер. Надо что-нибудь пожрать. О, то, что надо. Внеземная форма жизни. О, то, что надо. Хорошо сидим. Ножки, правда, жестковаты. Что это? Ой, у меня же время идет. Черт, надо бежать. Ой, не туда. Не успел. Почему сюжет не внушает мне доверия? Потому что название Трантор немного нечеловеческое. Ни фамилия вроде, ни должность. Трантор в книгах Исаака Азимова это планета. Вымышленная планета. Впервые она упоминается в рассказе «Черный монах пламени». Трантор это планета, населенная людьми в центре галактики. Она была так густо заселена, что вся планета была похожа на один город. Он простирался по всей поверхности планеты, но не только. Большая часть была внутри планеты. В Трантор стекались все ресурсы галактики, и эта империя процветала. Но после бунтов повстанцев и попыток переворота, империя ослабла. Население очень сократилось, а большинство зданий было разрушено. Просто планета империя Трантор очень зависела от ресурсов других планет. И поэтому, перекрыв поток ресурсов, это урбанистическая перенаселенная планета и ее империя Пали. Это у Азимова. Поэтому в игре Трантор мы попадаем на эту планету, уже когда она вымерла и населена только механизмами да монстрами. И корабль взрывается, потому что система защиты работает автоматически. Ну, это не канон, а лишь мое предположение. Почему все время так мало времени? Не успеваю насладиться всеми прелестями игры. Тут на каждом шагу автоматы с гамбургерами, а времени их есть нету. Тут все автономно и построено очень давно. Гамбургеры печатаются на этаком принтере. Цивилизация, жившая тут до меня, все сделали для удобств. Вот только зачем время так быстро идет, непонятно. Не съем так, понадкусываю. Не успел. На сайте RetroGamer есть интервью разработчиков игры, где они рассказывают о том, что название им довелось взять из книги Рона Хаббарта. Вдохновлялись они sci-fi сюжетами из фильмов «Звездные войны», например, и даже из «Терминатора». Читали книги Азимова и Артура Кларка. Также разработчики говорят о влиянии таких фильмов, как «Чужие» и «Блэйдранер». Темная атмосфера этих шедевров наложила след на их игры. Если говорить о «Чужих», то я, смотря Прометея, заметил сходство с Трантором. В сцене, когда люди в корабле инженера включают записанные голограммы, и на них пришельцы бегут по коридору, изображенные такими точками, первая мысль была «О, Трантор!» Тут я ничего не хочу связать, просто сходство пикселей и бегущих по коридору, наверное. Надоело это время, я решил слегка читануть. Сломаю часы и всего делов. Можно будет спокойно оценить обстановку. Еще немного. Ох, получилось! Ну, теперь заживем. Где там автоматы с гамбургерами? Блин, и лифты отключились. Я сломал все. Что же делать? О, панель работает. Я же помню «Бэйсик» вроде. Элло, от кавычки говорите. Готово! Хош, пей, хош, стирай. Пип! Приятного аппетита! Спасибо! И еще более невероятный сюжет, но оттого не менее правдивый. Трантор, этот штурмовик, воевал на полях сражений и в пылу битвы случайно сжег своим огнеметом мирного человека. А теперь, по прошествию лет, он мучается от этого несчастного свершения. И вся игра проходит в голове Трантора, пока он не закончит свою миссию победой. А если он проиграет, то навсегда останется в душевных муках, что сжигают его хуже всякого ада. Вот такой список из сюжетов предстает перед нами в игре Трантор. Трантор, какой из них единственно правильный решать зрителю, а точнее игроку, а еще точнее вам. Все, транспортер открыт. Ты с нами? Ты знаешь, я, пожалуй, останусь тут. Ты с ума сошел? Время на исходе, ты погибнешь. Что мне нравится тут, так это то, что всегда можно начать заново. Я прикипел к этому месту, и я чувствую себя тут свободным. Ты точно решил? Да, это мое последнее слово. И не уговаривай, я все решил. Ё-моё! Ладно, полетели, че стоишь-то? Это наши гамбургеры. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Продолжение следует...